Эрик Бертран Ларсен Эрик Бертран Ларсен Но от этого оно не становится менее важным. Я постоянно убеждаюсь, что людям часто бывает нужно услышать эти известные идеи. И это неудивительно. В современном мире темп жизни постоянно растет. Наши дни наполнены заботами. И нам становится труднее сосредоточиться на происходящем. Вы можете подумать, что я изъясняюсь сплошными штампами. Но это то, о чем Internet redesign. напоминать снова и снова. Наибольшее впечатление на меня произвела глава, в которой автор представляет разговор с тремя выдуманными персонажами разного пола, возраста, профессий. Объединяет их то, что все они умерли. Кто-то в пожилом возрасте, кто-то погиб совсем молодым в автомобильной аварии, кто-то скончался от неизлечимой болезни. Эти люди рассказывают о своей жизни, о своих радостях и сожалениях, о том, что бы они изменили, если бы у них была такая возможность. Например, молодая девушка признается, что стала бы счастливее и жизнерадостнее. Ведь это так просто. Я бы чаще улыбалась и смеялась. Или Вигдис, который в 42 диагностировали рак, признается, что когда жизнь разделилась на до и после, для нее стали приятными вещи, которые она раньше не замечала. Дождь, солнце, ветер, детский смех. И когда читаешь размышления этих людей о жизни, то и на свою жизнь начинаешь смотреть по-другому. Несмотря на то, что Эрик Бертрон Ларсен ментальный тренер, и это его работа мотивировать людей на изменение своей жизни, в этой книге он приходит к главному выводу. Важно не то, чего вы добьетесь, а важно, каким человеком вы станете. Если вы добрый, хороший человек, помогаете людям, заботитесь об окружающих, у вас крепкий внутренний стержень, и вам нечего бояться. Книга написана просто и доступна о важных вещах, которые всегда будут актуальны. Как нам показала пандемия, жизнь непредсказуема. И сейчас у нас есть прекрасная возможность взять паузу и переосмыслить наши цели, ценности, приоритеты, понять, что действительно имеет значение, а что второстепенно. Как говорит Эрик Бертрон Ларсен, нам необходимо постоянно напоминать себе о важных вещах. Но в то же время мы должны помнить о том, что самое важное — это счастье, благодарность, осознанность. Эту книгу я бы рекомендовала читателям, которые интересуются темой саморазвития, а также всем тем, кто хочет изменить свою жизнь, подходить к ней более осознанно и начать жить сейчас. Тор набирает в грудь воздух и, собравшись с мыслями, говорит, «Я должен был чаще быть благодарным за самое главное — саму жизнь. С другой стороны, я понимаю, почему так случилось, — продолжает он. — Моя жизнь не всегда была легкой. Часто мне было трудно, тяжело, обидно. Я много раз оказывался глубоко на дне. В такие времена было совсем не до благодарности жизни. Кроме того, дни обычно полны заботами, нас постоянно занимают, какие-то мелочи, повседневные мысли наполняют нас до краев». Он серьезно смотрит на кари и продолжает. «Но самое важное и прекрасное в жизни — это сама жизнь. Я слишком часто забывал об этом. Мне казалось, само собой разумеющимся, что я дышу, мыслю, у меня бьется сердце, есть тело и весь мир вокруг. Теперь, когда у меня нет больше жизни, мне кажется в некотором смысле странным, что я так редко испытывал благодарность за простые вещи. И в то же время меня радует мысль о том, что жизнь сама по себе и есть величайший дар. «Мне странно, что я совсем об этом не задумывался, не напоминал себе, что могу отбросить все мысли, заглянуть в самую глубь и увидеть, у меня есть жизнь». Эрик Бертран Ларсен. Сейчас рекомендую. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...